Всем привет! В этом видео покажу, как покрасить яйца при помощи натуральных красителей. Яйца предварительно отварить. Куркуму залить кипятком и перемешать. Добавить уксус, перемешать. Погрузить яйца, оставить до полного остывания и отправить в холодильник на ночь. Лепестки каркаде залить водой, поставить сотейник на огонь и довести до кипения. По желанию можно процедить. Добавить уксус и погрузить яйца, оставить до полного остывания и отправить в холодильник на ночь. Черный чай залить водой, поставить сотейник на огонь и довести до кипения. По желанию можно процедить. Добавить уксус и погрузить яйца, оставить до полного остывания и отправить в холодильник на ночь. Зеленый чай залить водой, поставить сотейник на огонь и довести до кипения. По желанию можно процедить, добавить уксус и погрузить яйца, оставить до полного остывания и отправить в холодильник на ночь. Какао или кофе залить водой, поставить сотейник на огонь и довести до кипения. Добавить уксус и погрузить яйца, оставить до полного остывания и отправить в холодильник на ночь. Свеклу очистить, нарезать кубиками или натереть на терке Переложить в кастрюлю Залить водой и довести до кипения Варить 5 минут Добавить уксус и погрузить яйца Оставить до полного остывания и отправить в холодильник на ночь Крапиву залить водой Поставить сотейник на огонь и довести до кипения Варить 2 минуты По желанию можно процедить Добавить уксус и погрузить яйца Оставить до полного остывания Отправить в холодильник на ночь Яйца выложить на бумажную салфетку или полотенце Дать высохнуть Добавить в холодильник на салфетку или полотенце Добавить в холодильник на салфетку или полотенце Добавить в холодильник на салфетку или полотенце Яйца смазать растительным маслом Это придаст им блеск Спасибо за внимание и до новых встреч! Всем пока! Всем привет! В этом видео покажу как красиво покрасить яйца В качестве красителя буду использовать чай каркаде Для начала подготовим яйца Для первого варианта буду использовать сетчатую ткань Собрать ткань в узелок и завязать Для следующего варианта нам понадобится кружево и капрон Обмотать яйцо кружевом и зафиксировать капроном Далее нам понадобится небольшой кусок фольги сложенной вдвое Чтобы можно было завернуть в нее яйцо Сложить фольгу в треугольник и произвольно вырезать небольшие фигурки Развернуть и завернуть в нее яйцо, чтобы были выпуклости Яйцо намочить и наложить листик петрушки, обмотать капроном и завязать Последнее яйцо я обмотала ажурным капроном Есть два варианта покраски яиц Лепестки каркаде насыпать в сотейник и залить водой Поставить сотейник на огонь и довести до кипения По желанию можно процедить Добавить уксус и погрузить подготовленные вареные яйца Оставить до полного остывания и отправить в холодильник на ночь Лепестки каркаде насыпать в сотейник Выложить сырые подготовленные яйца и залить водой Добавить чайную ложку соли и влить уксус Поставить сотейник на огонь и довести до кипения Варить 7 минут Выключить и оставить на 35-40 минут Яйца выложить на тарелку и дать немного подсохнуть Затем разрезать капрон и ткань Снять фольгу Снять фольгу Продолжение следует... Дать полностью высохнуть и смазать растительным маслом для блеска. Спасибо за внимание и до новых встреч! Всем пока! Всем привет! В этом видео покажу, как красиво покрасить яйца луковой шелухой. Для начала подготовим яйца. На капрон насыпать рис, яйцо намочить в воде, положить на рис и обмотать капроном. Завязать и равномерно распределить рис. Следующее сделаем с листьями укропа и петрушки. Яйцо намочить и приложить листья. Зафиксировать капроном. Далее яйцо намочить и замотать лентой. Рисунок можно делать по желанию. И последнее обмотать обычными нитками, так как вам нравится. Рисунок можно делать по желанию. Рисунок можно делать по желанию. В кастрюлю с луковой шелухой выложить подготовленные яйца, залить водой и добавить соль. Отправить на огонь, довести до кипения и варить 10 минут. Выключить и оставить на 30 минут. Переложить яйца на тарелку и дать остыть. Разрезать капрон и убрать все лишнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Получаются очень красивые крашенки. Спасибо за внимание и до новых встреч! Всем пока!